Всех приветствую, кто меня смотрит, я Лидия. Тема сегодняшнего видео, ну, как я неоднократно уже упоминала, кстати, руководит в основном темами моя дочь Даша. И только редко, вот, например, в предыдущем видео снимала «Повеление души», это Джеймса Хэммета, ветеринарного врача. Ну и у нас получается, как в известном анекдоте, двух психологов, когда два психолога встречаются, один другому задают какой-то совершенно незначительный вопрос, второй, значит, счастлива, а не поговорить ли нам об этом, так и у нас. О чем бы мы ни говорили или смотрели какую-то передачу из Ритка вместе, я как-то комментирую, положим, какие-то те или иные положения. Даша тут же, а не сядьте себе видео по этому поводу. И вот точно так же родилась и тема сегодняшнего. Родилась она из Курьеза Дашиного. Звонит ей начальница и спрашивает ее, как в Ворде изобразить пунктирную линию. А Даша недослышала по телефону и поняла так, как в Морге изобразить пунктирную линию. Она говорит, зачем в Морге пунктирная линия-то? Да, да Ворде, Ворде, а-а-а! Ну, рассказывая мне, значит, вот этот, как уйдется этот случай, даже тут же говорит, а не снять ли тебе видео о Морге? Я, ой, народу будет интересно. Я, да что ты, ну, тема-то какая-то прямо, ну, можно сказать, фу. Фу, только по этому поводу и могу сказать, нет, сними. Ну, и так, я навстречу пожеланиям трудящихся. А Морге. Ой, пренеприятнейшее, конечно, помещение, мягко говоря, мягко говоря, и посещать он, и никому, конечно, не рекомендую, не дай Бог, там по тому или иному поводу очутиться. Ну, а мне-то по долгу службы приходилось там постоянно бывать, извините. И не только бывать, то есть, доставить какие-то вещественные доказательства, либо забрать уже готовый акт экспертизы, и те же вещественные доказательства тащить на своем горбу. Вот. Ну, и, хотя в Главном процессуальном кодексе не задержится прямого указания, что следователь обязан присутствовать на вскрытиях, особенно по делам о убийствах, но в приказах Генерального прокурора, в рекомендациях по криминалистике, по методике и тактике расследования тех или иных преступлений прям-таки рекомендовано. Ну, будем так понимать, что обязан присутствовать на вскрытии. Ну, и сам процесс вскрытия весьма и весьма, так сказать, неприятен. Опять же, мягко говоря. Я уже раньше, рассказывая о том, как я решила поступать со своей подругой на юридический факультет, и потом о работе, о каких-то делах, упоминала, так сказать, что это такое морг. Если кто не смотрел, то повторюсь, что еще училась, когда мы в 10 классе, и сестра моей подруги закончила уже НГУ юридический факультет, приехала в Меносицк работать в прокуратуре уже. Ну, и мы решили, что, не мол, если мы уж тоже пойдем на юридический, то уж в морге нам побывать все неприменнейшее нужно, потому что мы слышали, читали, что медики, которые там не бывали до того, как поступят, многие не выносят вида крови в обморок падает, вида трупов, ну и так далее и тому подобное. Вот, чтобы испытать тогда, по тем временам, 70-й год, что такое был морг Меносинский. При больнице, как правило, это избушка деревянная на курьих ножках, вот натуральная избушка на курьих ножках, развалюшка этакая. И когда мы туда пришли, по договоренности сестра, значит, подруги договорилась с экспертом, что мы присутствуем на скрытии, мы зашли туда, вот помещение такое махонькое-махонькое, такой пикбанничек, так сказать, тут лавка такая, пока ничего нет, и следующая комнатка, тоже небольшенькая, так сказать, секционный зал, будем так его называть, ну и секционный стол. Обычно он оцинкованный, конечно, металлический, со сливными отверстиями, потому что после всего, так сказать, после всех этих манипуляций, свет из шланга вымывается, замывается и так далее. Конечно, никаких холодильников, как вот, например, когда смотришь фильм, или где-то западный фильм, положим, что там специальная такая стена, там, значит, сплошной этот холодильник, ящики металлические выдвигаются, где труп находится, там они замораживаются, если на длительное время приходится их хранить, положим, неоползанные трупы, для отца длительное хранение, только потом захоранивается уже, если так и не опознают, уже за счет государства, под номером. Вот, и труп, значит, пока ничего, вроде так, пристойненько, запах такого особого вроде не ощущается, хотя мы, так сказать, сразу носы зажали, в основном дышим ртом, и вот подняли труп. Только его подняли, ну, он свежий, как мы говорим, значит, где-то с утречка или с вечера, мужчина пожилой такой в бане был, обнову, мертвый, особых признаков насильственной смерти вроде как и наблюдалось, вот, поэтому вроде преднамеренно был он патологоанатомом такси поработать одновременно, я потом позже скажу, какая разница между патологоанатомом, который тоже скрывает трупы, и судебно-медицинским экспертом, хотя те же самые функции выполняет. Вот, и только подняли этот свежечок наверх, из подвала, в подвале, в подвальном помещении, только подвал, там, конечно, никаких холодильников, ничего нет, но, тем не менее, чуть-чуть прохладнее, лето было, и как только подняли этот труп, не прошло и минуты, вот, минуты не прошло, и вот эти баночки пока на лавку положили, санитар, и внезапно, вот, буквально за одну секунду, вот, через минуту, через несколько, вот, времени, буквально полчище зеленых, вот этих навозных мук, полчище, вот, просто все гудит, невероятно, вот, маршалели просто, стрим, там, девочки-припевочки такие, ну, и потом, значит, появляется патологоанатом, переложили труп на сексуальный стол, стал вскрывать, а вскрывает так, ну, это было, есть, будет, вскрытие происходит таким макаром, значит, вскрывает вначале санитар, но, правда, тогда санитара почему-то, видимо, не было, патологоанат сам вскрывал его, вот, обычный санитар при морке находится, санитар, значит, вначале отпиливает специальной пилой такой череп по верху, значит, скальпус снимает и заворачивает его на лицо, звук ужасный, конечно, отпиливает, значит, вот, теменную часть черепа, открывает его пока, извлекает череп, так сказать, полностью на секционную сторону, здесь же, значит, кладет, потом, значит, специальным скальпелем, такой огромный, вострый очень, скрывается, то есть делается разрез посредине от гортани и до низа, до лобка, так говорить, значит, все это раскрывается, и, как потом патологоанатом, либо, значит, эксперт, пишется в заключении, описывает все эти манипуляции, сделан разрез, и по методу Шора, есть, какой медицинский метод, по методу Шора все вот внутренние органы извлекаются, то есть легкие, сердце и все, что находится в брюшной полости, все это извлекается, все это тоже кладется на секционный стол. И вот тут приступает уже патологоанатом, либо соединенный медицинский эксперт, он начинает, вначале описывает, если в одежде труп поступает, то он описывает полностью одежду, в чем, куда, как, какие повреждения, какие загрязнения, пятна, т.д. и все это тщательнейшим образом излагается. Представьте себе, каждый разрез, каждое ранение, каждый кровоподтек, царапину, ссадину, в каком они состоянии и т.д. Потом, значит, одежду, потом внешнее все это описывает тщательнейшим образом то же самое. Все, 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 до мельчайшей подробностей трупное явление, естественно, температура тела, окоченение, в какой стадии, какое, где, куда, и чего все это. Описывается. Потом внутреннее исследование, значит, то, что, так сказать, на стенке брюшной полости или грудной полости, то, что внутри черепной коробки, если положим гематому, то она, естественно, проецируется внешне на внутреннюю сторону. Затем, мы тут же стоим, затем, значит, скальпелем мозг, вот так, тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь, шинкуется. Простите за выражение, просто вот шинкуется, вот так. Он описывает запах, какой, кстати, вот тогда, когда скрывали этого мужчину, эксперт говорит, о, запах какой, фу, от всех внутренних органов, от мозга особенно. Ну, вы знаете, что прежде всего алкоголик впитывает мозг. Запах, понюхайте, мы, ой, ой, ужас-то какой. Значит, он описывает потом тоже заключение, что ощущается запах алкоголя. Он берет кусочки, значит, вещества головного мозга, пакует их в пробирки стерильные, а затем следует внутренние органы, все, буквально сердце, то же самое, тинь-тинь-тинь-тинь, все это разрезается, потому что нужно, если кровоподтеки, значит, то не только на внешней стороне, но и на внутренние, или ранения какие-то, нужно измерить глубину, значит, размеры всех этих ранений и так далее. Легкие, то же самое, печень, то же самое, селезенка поджелудочная, все это описывается и указывается размеры. Сердце легких, печень, там, столько-то на столько-то сантиметров и так далее. Все это тщательно описывается, ну, не говоря уж о повреждениях, конечно, какие, ничего и куда, и от каждого органа, от каждого буквально, значит, изымаются тоже кусочки этого органа, упаковываются в отдельные пробирки, все это описывается. Моча, мочевой пузырь тоже раскрывается, эксперт указывает, содержимое мочевого пузыря, сколько там миллилитров положим мочи, берется, значит, в пробирку моча, берется, значит, в пробирке кровь на судебно-химическое потом исследование, потому что другой уже эксперт дает заключение, например, о наличии в крови, в моче алкоголя, сколько промилле и так далее. Ну и кусочки органа потом направляются на гистологические исследования. Эксперт-агистолог, который изучает все эти ткани, дает потом заключение вот этому судебно-медицинскому эксперту, какие изменения в этих тканях положим. Если труп гнилостный, либо там еще какой-то некроз ткани, то есть отмирание, гниение и так далее и тому подобное. Ну вот, так вот все это изымается. И вот тогда, кстати, хотя внешнего признака, естественно, смерти не было, он, когда стал скрывать на животе, значит, где-то в правом подребе, небольшой такой кровоподтек, вроде бы, но мало ли чего, со всяким бывает удариться, и остается кровоподтек. И только когда он вскрыл и стал осматривать печень, опа, разрыв печени. И сразу же телефон. Сестре вот этой работников прокуратуры криминальный. Разрыв печени. То есть сам он упасть так не мог, там еще какие-то повреждения внутренних органов. От этого и наступила смерть терпешего. Ну вот так, патолого-анатомическое вскрытие переросло уже студентно-медицинское. Уже быстренько следователь приволок в постановлении о назначении студентно-медицинской экспертизы, поставил вопрос, соответствующий на разрешение эксперту, ну и своим порядком потом все это находится. Вот так происходит вскрытие, при котором и присутствует следователь, если это убийство, положим. Либо какая-то смерть, каких-то загадочных обстоятельств. То есть непонятно, то ли да, то ли нет. Нужно саму посмотреть. Да и потом, польза, конечно, от этого есть, потому что судебный медицинский эксперт, он вправе видеть, в смысле давать заключение, я вот описываю все, не только то, что он видит визуально, изменить и так далее, и тому подобное. Ну и ждет заключение судебно-медицинское, судебно-кистологическое и так дальше. То есть заключение специалистов, куда направлены были органы, образцы крови, мочи, слюны, если нужно, обрезаются ногти, то есть подогневое содержимое обязательно направляется на исследование и так далее. И бывает, что специальной губкой с тела делаются смывы, то есть какие-то волокна, при нестельных ранениях положим, около раны тоже ожог, либо следы пороха и так далее. То есть он дает заключение только на то, что видит, и на объективных данных, результатах других исследований. Но бывает, что какие-то неясности возникают, либо эксперт не может высказаться, вот так, не положено, запрещено законом. А при вскрытии, ну, если не присутствует вскрытие, то, естественно, разговариваешь потом с медицинским экспертом, какие признаки, в чем сомневается, как это могло быть, то есть механизм нанесения телесных повреждений, поза трупа, то-того, ему наносили эти повреждения. Еще какие-то моменты вот такие вот неясные, это только при разговоре, то есть это мне потом, следователю, для того, чтобы назначить еще какие-то экспертизы другого плана, если он не может ответить на них, допросы в каком-то направлении вести в определенном свидетеле, там потерпевших, или подозреваемых. Масса тут для оперативно-розыскных, потому что оперативники, вот Сулон-Розыск, они всегда общаются с экспертами, помимо следователя еще. То есть что, куда, как, как это могло быть, куда бежать, это уж, конечно, все не применится. Вот. Мне помнится, было дело в районе, я работала, убийство, девушка молодой, 15-летняя, шла из клуба домой в вечернее время, где-то порядка около 10 часов, или в 9, ну, в 10-м где-то часов вечера, была изнасилована, удушена, и труп брошен в 40-метровой колонице. Потом искали, искали, когда она не явилась домой, или-или уже нашли. Так вот, судебно-медицинский эксперт, в приватной беседе, конечно, не по заключении, сделал вывод такой, что мне думается, учитывая разрывы влагалища, там, и прочие дела, что половой член у насильника должен быть, ну, аномально больших размеров, будем так говорить, больше, чем усередненных, так говорить. Поэтому, в те времена, как-то, руки были несколько развязаны, и поэтому мы, так сказать, оперативники ориентированы были в этом направлении, и каким уж там путем выясняли, у кого, например, половой член, больше, чем, вот, ну, тогда через КПЗ, помните, мы пропустили человек 40. Ну, дело было нашумевшее, просто, и прокурор, так сказать, закрыл глаза. Были основания, не были уж там, под каким предлогом, по мелкому хулиганству, либо там еще как-то, но, тем не менее, вот, задерживали вот именно и по этому признаку, прежде всего. Вот. Ну, и случай, какое впечатление, так сказать, производит секционный зал, со скрытыми уже трупами, еще не зашитыми, кстати, санитар потом все это складывает, в живот, извините меня, конечно, внутреннее, все вот это вот, то, что исследовалось, все внутри вонг, все это в живот, сердце легкое, и все, что там было, мозг туда же, потому что мозг моментально подвергается гниению, оставлять в черепной коробке его нельзя, так сказать, хранить, потому что все это чернеет лицо. Вот. Тряпки даже, извините, там какие-никакие, все, что лишнее, все это туда погружается, и потом уже санитар все это сшивает. Ну, и волосы, как все это на место становится, все это ушивается. Так вот, я уже рассказывал как-то о расследовании убийств, совершенных братьями Крыловыми, такими отморозками, вот, и рассказывал о моем, так сказать, крахе, о моем неудачном, психологическом, таком, опыте, когда я, когда привезли арестованного младшего брата, когда его задержали, тот, отморозок тот, 11 лет отсидел, клейма стоит негде, с ним разговаривали бесполезно, ни на какие, так сказать, не идет. Думаю, ну, младший, намного младше, 22 года, 21 ли ему был, в тюрьме не сидел, нигде ничего никак, уж этого-то, непременно надо было подробности всех этих убийств выяснять, моя обязанность выяснить роль каждого, кто, сколько, куда, чего, кто инициатор, как это было, ну, то есть, меньшинствующих подробностей я обязана выяснить и указать потом постановление о приличии в качестве обвиняемого, роль каждого, и когда, чего, куда, то есть, все, что требует закон. Вот я младшего братца его привезли для изъятия у него образцов крови, там, слюной и так далее, вот, экспертизу назначили, и на втором этаже это находилось, и когда стали спускаться вниз, уже когда-то брали у него эти образцы, на первом этаже морг, я ребятам конвойным говорю, ребята, ну-ка давайте заведем его в секционный зал, появится дверь, значит, заводим, а там несколько секционных столов, здесь в Бакане приличный морг был, несколько секционных, на них несколько трупов уже скрытых, но еще не зашитых, зрелища, конечно, то еще запах, и прочее, вот я говорю, ну вот, посмотри-ка, дорогой, вот, вот, вот вы как делали, вот что потом получается, так сказать, посмотрите зрелище каково, а каково потерпевшим, каково вот, убиенным и так далее, и там подобное, ну, тот вообще, чуть вон как не грохнулся, весь побелел, позеленел, и заткнулся, как я там не прыгала около него, как я не разговаривала, он вообще даже, все, настолько, то есть, получил обратный, совершенно эффект, на что я рассчитывал. вот, и, 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 как бы там ни было, так сказать, как не дезинфицируют помещение, как не моют его, запах неистребимый, этот трупный запах, а тем более, что когда привозят трупы гнилые, то есть утопленники, много дней пролежавшие в воде, иные там, где-то в каких-то местах, в квартирах бывает по несколько дней, лежат, разлагаются уже, кровь, вы знаете, моментально подвергается гниению, и поэтому, так сказать, что бы там ни делали, как бы там ни делали, запах невозможно, я помню, в Красноярске, когда еще работала в районе, экспертизы назначали, ряд экспертиз, в краевом бюро, а МОР там тоже, при медицинском институте, там занимаются студенты, ну и там, студентную медицинскую экспертизу нам курс читали, ну и я там, в долгую службу, так сказать, сюда приезжала постоянно, по поводу экспертиз, там, вичдоков и так далее, и вот, понадобилось уточнить там, какие-то моменты, по поводу экспертизы, он говорит, ну и позвонил эксперту, он говорит, ну давай, спускайся сюда, я здесь занят пока, по ходу, пока, значит, я тут занимаюсь своими делами, ты меня будешь спрашивать, а я тебе чего-то поясняю, зашла туда, морг большой, но, но трупов, но трупов, вы знаете, какой там холодильник, и холодильников тоже, там, может, и пара штук была, но бывает такая полоса, когда трупов масса, вот, сводится, ну, все-таки, Красноярский город большой, и ближайшие районы еще обслуживается, плюс там и больничные еще, умершие, вот навалом, вы знаете, вот навалом, по обе стороны, вот чуть ли не до потолка, там полки деревянные, простые, в каких только позах, ой, ой, ну и я, значит, туда в секционную, и вот, я его спрашиваю, зажав, гасусает нос, уже невыносимый запах, вот просто невыносимый, каких только там трубов не было, это просто невероятно, и бедные, бедные эти, судя на медицинские эксперты, мне так их жаль, всегда было, думаю, боже мой, как с ними жены-то живут, а в конце-то концов, многие, конечно, пьющие, а как тут не запьешь, извините, при таком-то роде работы, и хотя, и сама, так сказать, как бы занималась такими делами, но постоянно находиться там, это ужасно, кошмарно, вот, и поэтому, поэтому тут же еще, ну кроме запаха, вот сама вот эта вот обстановка, то есть постоянная труппы, смерти, теперь уже так понимаем, в те-то времена еще далеки, мы не мыслили такими категориями, то есть вот эта аура, это энергетика смерти, давящая, вот это вот просто невероятно, вот такая же энергетика, какая в КПЗ, где тоже страшно, не любила бы, а куда деваться, я так посчитала, кстати, я за свою служебную деятельность, 30-летнюю, где-то порядка 10 лет, наверное, она отсидела в тюрьме, вот за что, спрашивается, то есть провела в местах не столь отдаленных, и там тоже, как бы какую дезинфекцию бы там ни проводили, что бы там ни делали, запах вот этой дезинфекции, вот эти запахи, ужасные какие-то, неистребимые, все это в стены, значит, естественно, впитанные, вот эта энергетика, злобы, отчаяния, горе, ну, самые-самые отрицательные эмоции, естественно, все это, за много лет все это впитывается, и находиться там длительное время, конечно, вредно, наверное, для здоровья, говорят, еще трупный яд, так сказать, бывает там какой-то, как-то мы, в Красноярске, я в кровавой прокуратуре дежурила, там следователи дежурят сутками, если какое-то чрезвычайное преступление, нашумевшее, то помимо районных, выезжает еще и следователь крылой прокуратуры в помощь, так сказать, для оказания методической, всякой третической помощи, вот, и, значит, ехали как-то судей медицинским экспертом, он, кстати, когда на скрытиях я бывала, перчаток вообще не надевал на скрытие, по локоть рукава, значит, халата закатывает, даже, по-моему, фартук не надевал, обычно облачается фартук такой резиновый, соответствующими пятнами, несмываемыми, и он прямо вот голыми руками, золотое кольцо вручаемое, он тынь-тынь-тынь там, внутри все эти манипуляции производит, смотреть на это страшно, вот, так вот, он такой упитанный дядечка, и вот мы ехали как-то, и кто-то, то есть, из оперативников, вместе выезжали, эксперт обязательно, должен присутствовать на месте убийства, какой-то насильственной смерти, потому что именно он диктует следователю, вот, все данные о повреждениях, и так далее, и так далее, и так далее, следователь же не специалист, и не может там сказать, что на уровне пятого и седьмого вебра, или так далее, и того, если вот то-то, то-то, пятое-десятое расположено, хотя, судебную медицину, конечно, изучали, в принципе, знакомы со всеми этими делами, но специалисты-обзресатели, так говорит УПК. И вот его кто-то спрашивает, мол, трупный яд, ага, трупный яд, посмотри на меня, сколько я этого трупного яда унюхал, так сказать, попробовал, так сказать, и что, где бы я был, и о, какой я весь из себя разово щеки выпитанный, нет такого, есть следы разложения какие-то, они несколько вредны, но тем не менее, это не яд, это от него умереть, понятно, невозможно. Вот, и, 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 заканчивая темой, кстати, какая разница между патологонатом, ну, вот в больших больницах, вот положу, у нас, в Бакане, в республиканской больнице, морг свой, поэтому, там и свой патологонат, там тоже имеется, и умерший, ну, если врач не убежден, так сказать, диагнозе, ну, там онкологические больные, либо там инфарктники и так далее, там понятно, ясно, без вскрытия, а справку о смерти выдают, а вот, ежели этиология несколько не ясна, какие-то сомнения, то обязательно вскрывает патологонатом, и, заключение, конечно, там не таково, как у эксперта, потому что, ну, описываются органы, какие-то берутся образцы, крови там мочить, той же самой образцы органов на гистологию, и все, а вот судебно-медицинский эксперт, разница-то его какова, он как бы тоже патологонатом, но, но у него более высокая компликация, то есть он обязательно специализируется, это же бывшие врачи все, желательно, конечно, хирург, прежде всего, но бывают всякие, вот, он специализируется обязательно, прежде чем приступить вот к обязанностям, судебно-медицинского эксперта, это одно и второе, как я уже говорила, в своем заключении он описывает все, абсолютно все, внешне, внутренне все, и, прежде всего, он действует на основании постановлений компетентного органа, то есть это следователи, работники правоохранительных органов, милиции, суда, прокуратуры, и так далее, только на основании постановления, выносится постановление, где перечень вопросов, какие-то обстоятельства, перечень вопросов, на которые эксперт должен дать ответ, и, прежде всего, он предупреждается в уголовной ответственности за отказ от дачи заключения и за дачу заведомо ложного заключения, вот такова разница между патологантом и судебно-медицинским экспертом. Вот это описание, в свое время, в ранечные времена, так сказать, медсестри, так называемые медрегистраторы, было не положено, это надо эксперту все запомнить, абсолютно, ну где-то пометку может вскрывать, он уже в перчатках, как одновременно писать, кстати, не мою, но какую-то пометку, размер и прочее, может быть, и может сделать, там на клочке бумаги, а в остальном, это все в голове, это все в памяти, а потом только он уже садится и пишет заключение, печатает, на машинке, помните, заключение огромное, через один интервал, убористого текста, когда все, 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 все органы описываются, абсолютно все повреждения, потом только даются ответы на вопросы, если это возможно, ужасный труд, потом уже стали появляться медрегистраторы, медсестры, так сказать, они усаживаются прямо в секционном зале, то есть он говорит, медрегистратор, динь, 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 тут же стукатит и все это пишет, не позавидуя, что же медрегистратор в такой ситуации, вот так, ну а потом уже дальше, когда указывают, что взяты пробы такие, сякие, пятое, десятое, куда чего направлено, только потом, когда получают эксперты уже все эти данные дополнительных исследований, то ли тогда приступают к даче заключения самого, то есть ответы на вопросы, которые поставлены перед ним, назначившими эту экспертизу. Вот, ну, пожалуй, о морге и все, вот, так сказать, такой нюансик, будем говорить, по раннейшим временам, бальзамирование трупов, то есть было не предусмотрено, как бы даже запрещено, то есть это деятельность, уже выходящая за грани обязанностей и прав экспертов, либо патологонатомов, но тем не менее, по пожеланию родственников, конечно, обычный санитар этим занимался, но иногда и эксперт тоже подрабатывал по просьбе родственников, бальзамирование, то есть это специальными жидкостями, веществами все это обрабатывалось тело, прежде чем его, значит, обмыть, одеть, все это приводится в морг, положить в брок, потом, конечно, подходишь к моргу, там стоит машина с гробом, там это добавляет положительных эмоций к посещению этого заведения, вот, а потом уже, когда вот это кооперативное движение, тогда как бы кооперативы такие стали образовываться, срегистировались, и тогда уже произойдет бальзамирование трупов на законных основаниях, так будем говорить, таксы там и прочее, прочее. Вот такое это место. Обычно вот при моргах в одном помещении, ну, как, может быть, повыше, где-то на втором этаже располагаются и другие экспертизы, вот как у нас, например, по исследованию вещественных доказательств, вот туда следователь тащит с постановлением все, что ты наизымал, все, что тебе удалось добыть с места происшествия, потом от эксперта Зелина Весенского, если одежда не была снята, изымается и так далее, все это эксперты потом исследуют, сами подвергают, значит, исследованию, там, пятна крови, потому что следователи, как бы, УПК поставлены в такое положение незнайки. Я ничего не знаю, я ничего не понимаю вообще, так законно предусмотрено. Если бы под головой трупа, там, голова разрублена, под головой, значит, лужа крови, где-то они еще здесь же, понятно, что это кровь, да? Но вы, в протоколе осмотренных местное происшествие, следователи пишут, что я, к примеру, что под головой трупа, лужа, например, или пятно, такими-то, такими-то размерами, бурого цвета, похожее на кровь. И только когда я изуму, вот образцы вот этого, вот этого вещества, упакую, направленные исследования, только эксперт потом уже скажет, что да, это кровь, это кровь человека, то какой-то группы, то какой-то резусы, и т.д. Или, например, видишь, что золото, явно кольцо, золото непросто, нет, ты, извини, следователь дурак, ничего не понимаешь, только эксперт, специалист может сказать, что это такое, поэтому я пишу, кольцо на пальце таком-то, значит, из металла, золтоватого цвета, к примеру, ну, и так далее, и тому подобное. Если это стекло, например, то видишь, что это стекло, но это не стекло, это вот вещество, так сказать, схожее со стеклом, и только, и так далее, и тому подобное. Все потом это назначается специалистом, экспертом, и они проводят уже соответствующее расследование, исследование, вернее. Вот таким образом, и вот таскаешь на себе вот эти тюки, надо сказать, что кабинет следователя тоже. Ой, в раннейшем времена еще никакого упаковочного материала не было, естественно, чем у Данечков, так сказать, чем придется, и поэтому то, что ты измал там навести происшествие, а руководствами все следователи одним моментом, тащи с места происшествия все, что можешь. Чем больше, тем лучше, а там разберемся, так сказать, давай, давай, потом посмотрим, ДД плюс 2П. Надо, не надо, лучше все изъять, иначе, если будет утрачно, то увы, а там уж надо, не надо, уже тащишь. И вот прешь, значит, одежду там, постельные принадлежности с пятнами, похожими на кровь, так сказать, улитыми, со следами там мочи, кала, спермы, извините, всего на свете. Все это тащится, кое-как завернутое, потом должны все это упаковать, там понятые же должны расписаться, заверить подписями, печатями и так далее. Но тем не менее, все это сваливается, где-то, чего-то как-то. Потом всю эту кучу тащишь экспертом. Уже помню, эксперты в исследовании вещественных доказательствах уже на семинарах приходили, умоляли, умоляли каждый раз, товарищи, ну не тащите вы все. Ну если на кровати труп лежит, если у него там ранения какие-то и все в кровище, ну возьмите хотя бы наволочку. Или просто, ну понятно, что кровь-то, трупа больше-то откуда она возьмется. Зачем вы же приведете одеяло, матрас, извините, подушки все и еще бог знает там чего. Вы нас загружаете, это уже лишняя работа. Требуется материалов, то есть сыворотки, соответствующие дефицитные для исследования вот этих вот пятен жениточки выдергивает, потом все это замачивает, все это тоже описывают все свои действия. Ну а тем не менее, прут и прут, прут изумают, значит, кулями, вазами и все это прут. Я помню, не знаю, правда это или нет, может даже анекдот, еще в ранешние времена, в годы, наверное, 60-е, следователь из района по делу об изнасиловании, изъял не только, так сказать, там все постельные принадлежности, перины, там подушки, одеяло и прочее, он, извините, на себе пер кровать целую, прокурорный сознан, кровать-то зачем на себе пер, вещественные доказательства, где было совершено преступление, вот так. Ну, на этом, видимо, и все вот это вот неприятное такая темочка, аморга, и экспертов, поэтому спасибо всем, кто меня слушал, и до свидания. Продолжение следует...